Утро на телеканале Россия продолжают вести Чувашия. В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре пятницы 19 августа. Аномальная жара по прогнозам синоптиков в Чувашии продлится еще как минимум неделю. Температура воздуха в республике будет колебаться от плюс 25 до 30 градусов. В 12 муниципалитетах установлен четвертый уровень пожарной опасности, а в Козловском, Урмарском, Яльчикском и Янтиковском районах объявлен пятый высший уровень. Спасатели предупреждают. Из-за установившейся в регионе знойной погоды увеличивается вероятность возникновения очагов природных пожаров и возгорания сухой травы. Под запретом разведения костров, сжигания мусора. Сегодня Всемирный день гуманитарной помощи. Жители Чувашии поодиночке и целыми коллективами передают защитникам Донбасса армейскую одежду, предметы обихода. К сбору гуманитарной помощи присоединили судебные приставы республики и сотрудники Чувашстата. На свои деньги они закупили необходимое для военных и народной милиции Донбасса предметы одежды и обихода. Резиновую обувь, нательное белье, хозяйственные перчатки. Все это входит в перечень армейского обмундирования, но в условиях боевых действий вещи быстро изнашиваются. Так что лишней посылки из Чувашии точно не будет. Чувашия приняла участие во всероссийском флэшмобе ко дню государственного флага. Напомню, праздник ежегодно отмечают 22 августа. Каждый субъект страны, в том числе Донецкая и Луганская народные республики, Запорожье и Херсонская область, получил фрагмент российского триколора. На нем представители регионов должны оставить свои послания. Например, в Чувашии во флэшмобе приняли участие представители органов власти, образовательных учреждений и общественных организаций, а также деятели культуры. 22 августа все фрагменты будут соединены в единое целое. Флаг развернут в Москве на Поклонной горе. Какие темы на этой неделе жители республики активно обсуждали в социальных сетях, расскажем в нашей еженедельной рубрике «Мобильный репортер». Салюты тут и там. На Чебоксарском заливе кто-то, видимо, решил отметить день города заранее и запустил фейерверк. Однако что-то пошло не так. Пиротехническое шоу развернулось и на земле, рядом с отдыхающими людьми у кафе. Заделали кого-то? Неизвестно. Необычная встреча. В лесу возле деревни Верхней Панклеи Маргаушского района мужчина наткнулся на варана. Ящерица длиной чуть ли не в метр не спеша переходила дорогу. Откуда в Чувашии взялся обитатель Центральной Азии, остается загадкой. А вот в Чебоксарах, около торгово-выставочного центра «Контур», дорогу решил перейти Кабан. К трассе подошел медленно и с опаской. Словно хотел убедиться, что автолюбитель его заметил и пропускает. После чего порнокопытная быстро перебежала дорогу и скрылась в лесу. Уже в эти выходные Чебоксары отметят свой день рождения. Напомню, столице Чувашии исполнится 553 года. В честь праздника в городе запланирована масса мероприятий. Одно из них – этнофестиваль «Чапай зовет на чай». Чай с самовара, ярмарка мастеров и специальная площадка, посвященная комдиву. Все это будет ждать жителей и гостей столицы республики в сквере Чапаева уже завтра. Фестиваль начнется в 16 часов. Обычно на мероприятия со своим самоваром не приходят, но мы-то как раз приглашаем тех, кто может в полочке дома достать свой самовар, смахнуть с него пыль и рассказать историю о том, как давно он у вас в вашей семье. Может быть, вы собираетесь до сих пор и пьете чай за самоваром, ну и побороться за подарки. Сегодня Православная Церковь отмечает большой праздник – преображение Господне. В этот день верующие несут первый урожай яблок в храм, чтобы осветить его и поблагодарить Бога за дары. Таковы вести к этому часу. Желаю вам легкого завершения рабочей недели и интересных выходных. Оставайтесь на телеканале «Россия».